Свой 70-й день рождения отметила Любовь Успенская. В честь праздника королева шансона дала концерт. Специально для нашего Артёма Скоробогатого артистка рассказала, с кем у неё был роман. Я пришла на саундчек и думаю, боже мой, что будет? Как я буду работать? Юбилей Любы Успенской был под угрозой срыва. За пару дней до юбилейного шоу королева шансона почувствовала сильную боль в горле. Я тоже не готова была к концерту, у меня сипел голос. Но в результате Любонька собралась и спела. Ни дух не помешал королеве порадовать своих подданных. Судьба моя легчивая, теперь не покричу, а я живу красивая, с кем я хочу. В этот вечер Успенская собрала на одной сцене только самых близких людей. Представителя МИДа, а по совместительству автор её песен Марию Захарову, рэпера Наваи, певицу Славу. Но двух человек Успенская так и не досчиталась. К сожалению, заболел Розенбаум, у него ковид, он не смог приехать. И моя дочь, которая тоже лежит с температурой. Зато первый продюсер, он же бывший ухажёр Любы Михаил Шафутинский, нашёл время, чтобы поздравить Любоньку. Ну, да, я был в неё влюблён, я за ней ухаживал. Конечно, ну а как же, мы были тонкие, звонкие, молодые. Просто мы и работали вместе, и, конечно, мы симпатизировали друг другу. Это было понятно, и это вообще понятно сегодня. Дальше симпатии дело не пошло. Люба дала шансонье от ворот по ворот. И не потому, что он ей не нравился. Всё гораздо прозаичней. Потому что он был женат, а я была замужем. Но красиво ухаживал? Ну, красиво, если такие песни красивые мы с ним сделали. Любой, Любонька, сую тебя в губыки За то, что ты поёшь, как соловей Сегодня ты на брайках не сияешь А завтра, может, выйдешь на браде В своё время он помог Любе стать звездой. А теперь, кажется, взялся за ещё одно молодое дарование. Теперь гулять по брайтону шансонье будет Смея Бойко. У парочки готовится релиз. Она образованная, умная девочка. Она знает прекрасно, что и как надо делать. И так и делает, и так и делает. И у неё очень хорошо получается. У неё большое будущее. Свой юбилей Люба Успенская решил отметить с размахом. Симфонический оркестр, платье от кутюр. И как бонус – солд-аут. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К своим годам певица уже обзавелась всем, чем можно. Дорогущие машины, загородный особняк и горы драгоценностей. Удивить такую фартовую девушку – задача со звёздочкой. Естественно, принцесс купают в цветах. Я продолжаю это делать и сегодня в том числе. Я, значит, обещала, когда она только переехала ко мне, потому что я живу там уже давно, подарить ей, посадить сама, выкупать, посадить жёлтые розы. Короче, я так это не сделала, вружка. Уже обещанного три года ждут, а это уже, я уже не знаю, сколько мы ждём лет 30. Пока кустов нет, Слава желает Любе найти своего единственного нежного. И даже уже составила его портрет. Ну, я думаю, что это должен быть мужчина, который будет ей постоянно дарить подарки, постоянно молчать, слушать её музыку. Вот, да, и просто восхищаться в любом случае, какая бы она ни была. Это просто я про своего сейчас мужчин говорю. Как бы у нас одинаковые должны быть мужчины. Кажется, сама Успенская к рекомендациям подруги прислушиваться не хочет. Она сама для себя уже давно всё решила. Вообще, мне муж не нужен. Да, может быть, друг по жизни, да, друг, с которым мне можно было бы просто комфортно, который бы со мной был на одной волне. Да, такой, наверное, человек мне нужен. А где его найти? Не волнуйся, как найду, так вам позвоню. Будем надеяться, что как только Люба такого найдёт, она не пропадёт с наших радаров. За него, за него, всё отстал и потеряю, пропадаю я. А без него, без него, без него всё другая не моя. Артём Скоробогатов, Арсений Свинаренко, ПРО Новости. Вместе с ним. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok